SCP-473. Супай. Объект номер SCP-473. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Доступ к водам в радиусе 5 километров от SCP-473 запрещен всем сотрудникам. Эксперименты в этой зоне проводятся только с разрешения О5. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать гибели людей в пределах этого 5-километрового радиуса. Воды на расстоянии 20 километров от границы запретной зоны должны постоянно патрулироваться минимум двумя боевыми подразделениями фонда. Любое неопознанное судно, проникшее в эту зону, должно быть сразу же уничтожено вместе со всем экипажем. Суда, приближающиеся к объекту, но не успевшие войти в зону устранения, должны быть задержаны и повернуты назад. Команда этих судов следует обрабатывать амнезиаком класса А. Описание. SCP-473. Это потерпевший кораблекрушение испанский Галеон, типичный для начала 16 века. Он покоится на дне океана, северной широты и западной долготы. SCP-473 привлек внимание фонда после потери научно-исследовательского судна, принадлежащего университету «Удалено». Поисковые и спасательные команды сообщили о звуковых аномалиях, которые были похожи на хихиканье и просьбы о помощи, а также голосах, говоривших на английском и испанском и неопознанном языке. Агенты фонда, внедренные в «Удалено», сразу же отменили поисковые операции, объявив судно и его команду без вести пропавшими. Примечание. Хотя обозначение SCP-479 было присвоено обломком корабля, причиной появления аномалий может быть груз, находящийся на Галеоне. В настоящее время не рекомендуется проводить дальнейшие исследования этого вопроса. Эффекты при приближении. Явления, с которыми сталкиваются приближающиеся к SCP-473 суда, включают в себя бестелесные голоса, у которых могут быть сведения о сотрудниках фонда и его операциях, и незначительные физические воздействия, такие как необъяснимые вибрации и тряска. Также часто встречаются электрические возмущения, вызывающие отключение основного и аварийного освещения. Это приводит к наступлению полной темноты на корабле, что в сочетании с навязчивыми голосами вызывает у людей сильную дезориентацию. Сотрудникам в области воздействия рекомендуется убедиться в физическом присутствии тех, с кем они общаются, и игнорировать все голоса, не имеющие видимого источника. Периодические крики о помощи, доносящейся из воды, раздаются со стороны SCP-473. Ожидаемые должны игнорироваться. Были зафиксированы случаи самопроизвольного движения мелких предметов, однако это почти не мешает операциям. В пределах 20 километров от SCP-473 все острые предметы нужно держать в запертых контейнерах. Приложение 1. Интервью SCP-473-B. Опрашиваемый Джордж, старший помощник капитана СП суднофонда, которая обнаружила SCP-473 и сделала первые гидроакустические снимки. Опрашивающий. Доктор Халлен, глава проекта SCP-473. Вступительное слово. Эсминец фонда «Элфик» подплыл к SCP-473 на расстояние в 4 километра, после чего начал отступление, отдалился на расстояние в 6 километров и затонул. Эвакуация команды прошла успешно, за исключением капитана. Но за 3 часа, в течение которых команда эсминца ожидала спасения, было потеряно 16 человек. Ниже приведено интервью с самым старшим по званию выжившим офицером. Начало записи. 17 апреля 2005 года. Доктор Халлен. Эсминец «Элфик» затонул спустя несколько минут после обнаружения SCP-473. Не могли бы вы для начала объяснить, каким образом был поврежден корабль? СП. Ну, я знаю, что именно произошло, вот только не имею понятия как. Мы подходили все ближе, а эти голоса, они становились все громче. Из-под палубы стали докладывать, что-то сильно бьется в корпус. Тяжко стало, когда подошли поближе. Корабль немного затрясло. Тут же часть электроники закоротила. Капитан приказал разворачиваться, хотел вытянуть нас оттуда. Но пока мы сообразили, что к чему они уже за болты взялись. Доктор Халлен. Объясните, пожалуйста. СП. Да все начало на части разваливаться. Винты, болты, гвозди в чертовой мебели. Все стало выскакивать и отвинчиваться. Даже то, что приварено. А с голосами стало совсем плохо. Эти сукины дети еще так спокойно говорили, рассудительно. А сами весь корабль черт разносили на запчасти. Один говорил, сколько всего великого он хочет мне показать. Другая еще что-то пела, я так и не разобрал, что. Но бесилась она точно. Голоса слышал все, да только тел к ним никто не видел. Стало очень трудно отличить, которые голоса нашей команды, а которые вот этих поганых, как они там. Доктор Халлен, когда вы последний раз видели капитана СП, он отдал приказ развернуться, а мне приказал оставаться на мостике, пока он что-то проверит на нижней палубе. Я не знал, что он пропал до тех пор, пока не отдал приказ покинуть судно. На шлюпках оказались все, кроме него. Господи, если бы на этом все закончилось... Мы начали отгребать от тонущего корабля, и тут услышали, как он зовет на помощь. Голос шел издалека, с обломков. Мы служили вместе... Лет, вместе помогали брать... Я точно знаю, что это был он. Я подумал, что его выбросило за борт, или вроде того, и приказал одной шлюпке его забрать. Смотрел, как они идут к горизонту. До корабля было, наверное, 3 или 4 километра, когда они просто ушли под воду. Ни звука. Словно на рыбалке рыбка потянулась в оплавок. Я видел, как умирают люди, но знаю, что этих ребят я подвел под что-то другое, что-то намного хуже. После этого Дэниелс начал мне нашептывать. Какая, мол, я сволочь, что погубил их всех бестолкно? Сказал, что делать мне теперь нечего, что придется выпрыгнуть вслед за ними. Боже, я бы так и сделал, если ребята в моей шлюпке меня бы не удержали. Мы несколько часов греблям, а позади друзья все звали нас на помощь. Даже когда мы уже далеко отплыли, они все шептали над ухом. Мой друг сказал, что он красивее ничего в жизни не видел. Он никогда не был религиозным, но тут он сказал мне, что нашел Бога. Сказал, что хочет, чтобы я увидел то, что ему Бог показал. Мы своих не бросаем, просто не бросаем, и все. Конец записи. Заключение. Подтверждено, что профессор Стэнс и его коллеги, находящиеся на научно-исследовательском суднике, захваченный SCP-473, рекомендуется принять крайние меры по предотвращению смертей сотрудников и гражданских лиц в непосредственной близости от объекта. Также в настоящее время рекомендуется продолжать содержание SCP-473 в текущем местоположении из-за существующей опасности при его изъятии угрозы усиления объекта, которая может произойти в любой предложенной для содержания зоне вследствие захвата SCP-473 сотрудников класса D. Примечание. Тело опрашиваемого д... было обнаружено в его жилище 27 апреля 2006 года, предполагается самоубийство. Возле тела была обнаружена записка, гласящая «Мне нельзя было их бросать». Ведется исследование SCP-473 на предмет опасности восприятия. Приложение 2. Текущее расследование выявило, что некий профессор руководил неудачной экспедицией университета к объекту. Хотя все его записи, очевидно, пропали вместе с ним, в его последнем электронном письме кратко описан контекст экспедиции. Отправлено 15.01.2002. Саман, ты права. Исследовательские отчеты слишком многословны. Да и все равно у меня никогда не получалось выражать в них свое мнение. Ты сама помнишь, что он повел свой отряд на юг, в Эквадор, и там в какой-то момент убил верховного жреца, ответственного за задабривание Супая. Но похоже, что он еще и пленил двух его дочерей и решил отослать их в Испанию, как образцы местного населения. Этот больной подонок обращался с ними как с трофеями, а то еще и похуже. Короче, в Декларации Груза упомянуто несколько культурных артефактов, состоявших личное имущество девушек. В списке есть вещица, которая, по-моему, должна быть изображением самого божества. И вот это уже очень большой куш. В Декларации описано золото во всех мыслимых видах и артефакты, которые пригодились бы университету, даже если мы не сорвем банк. Но ты представь, как восхитительно было бы перевести обратно самого бога смерти инков. Всего наилучшего. По скриптам. Только давай держать это в секрете, если нас кто-нибудь опередит, это будет катастрофа. Записки. Супай бог смерти инков ассоциируется с дьяволом.